Западный журналист Крис Менникс в интервью ТВ-платформе ДАЗН поделился информацией относительно настроя казахстанца Геннадия Головкина на третий бой с Канелой и его общих планах. «Кое-что я нахожу интересным. Головкин ужасно хотел драться за годы, до того как первый бой состоялся, он жаждал ремача. Ужасно его хотел то, что я почувствовал в лагере Головкина. Так это смешанные чувства по поводу третьего боя. Они примут третий бой. Они хотят третьего боя. Но я могу прямо сейчас сказать, после разговоров с близкими людьми Головкина. Они не умирают от желания драться. В голове Геннадия Головкина теперь две победы над Канелой. Можно обсуждать решение судей в обоих этих боях. Считать, что больше людей посчитали, что Головкин выиграл первый бой, чем второй, но Геннадий Головкин считает, что он победил. Следующая сделка Геннадия Головкина будет не одиночным боем. Он в поисках контракта на несколько боев, так что тот, кто подпишет Головкина, скорее всего, получит его на весь остаток его профессиональной карьеры, рассказал Крис Менникс в интервью. Покеауэ красиво поставил на место Браунера на первой пресс-конференции их боя. Накануне в Лос-Анджеле США состоялась вторая пресс-конференция с участием покорителя восьми весовых дивизионов филиппинца Менни Покеауэ и четырех весовых категорий американца Эдриена Браунера. Первая пресс-конференция днем ранее состоялась в Нью-Йорке, 19 января в Лас-Вегасе на арене МДЖМ Грэнд-бойцы сойдутся в очные схватки за титул обычного чемпиона WBA в весе до 66 килограммов, которым владеет легенда из Филиппин. В ходе пресс-конференции Браунер отметился парочкой шуток на грани фолла с российским подтекстом, от которых смешно было. Видимо, только ему одному, собравшаяся публика такой юмор не одобрила. К примеру, Браунер обыграл шутку о том, что выходцы из Азии преимущественно плохие водители, заявив, какие шансы у Покеауэ побить меня, да у него больше шансов стать инструктором по вождению, или к примеру, вот такой уровень владения английским языком у Покеауэ, это какая-то жесть сидит, улыбается, раз в 15 минут выдавит из себя какое-то слово, и все вижу, придется мне одному зажигать, чтобы раскрутить бой. Американец ошибся, Покеауэ действительно говорил в разы меньше, но его колкости были куда точнее Браунер, классный боксер быстрый, особенно в болтовне, он очень забавный парень, думаю, после завершения карьеры в боксе он мог бы сделать отличную карьеру в кино, с него получится классный комик, нет, меня не беспокоят его шутки, сами видите, не могу удержаться от смеха, когда смотрю в его лицо, сказал Мэнни Покеауэ. Президент UFC Дана Уайт заинтересован в трилогии между чемпионом тяжелого и полутяжелого весов Даниэлем Кармье и экс-чемпионом полутяжелой категории Джоном Джонсом. Я не знаю, проведет ли Даниэль бой с Броком Леснаром, но у него еще точно осталась пара боев, безусловно. Я бы снова хотел увидеть поединок Кармье с Джонсом. Но уже в тяжелом весе команда Кармье хочет, чтобы он завершил карьеру уже сейчас, надеюсь, что мы сможем организовать с ним бои три, сказал Дана Уайт. Ранее Кармье заявил, что может завершить карьеру после поединка с Броком Леснаром, Джон Джонс дважды побеждал Даниэля. Обе победы пришлись на бои за титул UFC в полутяжах. Это единственное поражение Кармье в ММА. Субтитры сделал DimaTorzok